Продолжение следует... Для небольших аквариумов заявлено производителем подъемность воды до половины метра, до полметра, значит, расход электроэнергии 3 ватта и максимальная мощность 250 литров в час. Собственно, вот сам фильтр, я его сейчас держу в руках. Фильтр достаточно небольшой, компактный. Я бы его советовал, если вы уж хотите покупать себе небольшой вот такой вот фильтр, то покупать его для маленьких травников, маленьких креветочников, литров на 20-30. Его будет легко спрятать за камнями, либо там декорациями. И я думаю, что в таком объеме он вполне справится со своей работой. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть переключение мощности, то есть, как ни удивительно, мощность можно убавить и увеличить. Давайте посмотрим, что находится внутри. Значит, внутри у нас, вот видите, заслонка работает плавно, то есть, можно увеличить и уменьшить мощность фильтра постепенно. Значит, внутри у нас здесь находится, ну, это такая не мелко-пористая губка, ну, и среднепористая я бы ее не назвал, но давайте все-таки скорее назовем ее среднепористой губкой. Вот, она идет монолитная, цельная. И, что, друзья мои, значит, фильтрация происходит, вот, забор воды происходит вот через эти щели, через эту губку, и, соответственно, вот сюда попадает уже на ротор и на выход. Значит, здесь у нас ротор на три лопасти. Давайте мы его попробуем вынуть отсюда. Вот, пожалуйста, ось у нас здесь идет металлическая. Вот такой вот. Ну, как видите, да, разбирается все это и собирается достаточно легко. Соответственно, я думаю, проблем с обслуживанием такого фильтра не будет. Ну, и, наверное, один из самых больших плюсов такого фильтра, это то, что его можно вынуть из аквариума целиком, не опасаясь, что у вас из мочалки отвалится грязь, которая будет находиться в мочалке, и, соответственно, не будет плавать муть по всему аквариуму. Это, конечно, большой плюс. Как работает этот фильтр на подачу воды мы посмотрим через несколько минут. А сейчас давайте посмотрим, что уходит в комплектацию к данному фильтру. Ну, то есть, все вы понимаете, да, вот так вот все это делается. Отсюда вынимается вот эта заглушка, вставляется вот это вот, и вуаля, вперед. Хочу отметить присоски. Значит, у меня здесь стол, он достаточно шершавый. И, тем не менее, когда ложу фильтр, присоски уже, вот, слышите, слышите звук, да? Присоски даже вот к такой поверхности достаточно неплохо цепляются. Как они будут работать в процессе эксплуатации, конечно, я вам этого не скажу. Потому что, ну, во-первых, я такими фильтрами никогда не пользовался маленькими. Во-вторых, ну, нет у меня опыта. Ну, как бы, на первый взгляд, в принципе, присоска должна держать все-таки фильтр достаточно небольшой и легкий. Значит, еще раз насчет комплектации. Хочу все-таки разобраться, для чего, для чего вот эти всякие штуки. Ну, честно говоря, назначение вот этой вот насадки в комплекте мне не совсем понятно. Разве что, возможно, под какой-то там более толстый шланг. Это под более тонкий шланг. Ну, а это, соответственно, для насыщения воды воздухом. Ну, и давайте сейчас мы пойдем посмотрим, как этот фильтр работает в аквариуме. Значит, закрепляем фильтр на стенку. Крепится он достаточно хорошо. И подключаем к сети. Так, ну, вот мы подключили его. Но что-то я не вижу. То есть он не запускается почему-то. Вот, как вы видите, помпа работает, но движения никакого нет вообще. Полный ноль. То есть с запуском фильтра, как вы поняли, проблема. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, пошла жара. Вот напор этого фильтра под верхом. И теперь будем его опускать ниже и ниже. Для того, чтобы проверить, как он обогащает воду кислородом и как он работает. То есть течение есть, но обогащение кислородом вот уже на такой глубине практически нет. То есть, чтобы вы понимали, в данный момент глубина, высота аквариума 40 сантиметров. И при глубине в 20 сантиметров пузырьки воздуха практически не идут. Ну, то есть идут, но очень слабо. Если мы погружаем фильтр еще ниже, то, друзья мои, пузырьков воздуха нет вообще. То есть здесь вот я открыл крышку полностью. Вот эту вот заслонку я снял полностью, для того, чтобы она вообще нам не мешала. И вот, как вы видите, пузырьков воздуха нет. То есть поднимаем еще раз, пробуем фильтр чуть выше. И вот пузырьки воздуха пошли. Значит, присоски держат очень хорошо. Скажем так, двигать по стеклу этот фильтр достаточно тяжело. Вот. Но сейчас он работает где-то на глубине 15 сантиметров в аквариуме. Обогащает воздухом воду нормально. Пузырьки идут нормально. Течение достаточно хорошее для такого аквариума. Но, друзья, скажу я вам так. Вот на такой высоте, вот в таком аквариуме, спрятать такой фильтр будет не так-то и просто. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что все-таки, если уж на глубине в 25-30 сантиметров этот фильтр перестает подавать пузырьки, это означает о том, что все-таки тяга у него слабенькая. И мне кажется, что при малейшем забивании губки мощность фильтра существенно упадет. То есть там через несколько дней, неделю работы, мощность фильтра будет существенно падать вплоть до того момента, что вообще фильтр перестанет вам циркулировать в воду. Ну, опять же, для невысоких аквариумов, и учитывая цену такого девайса, для невысоких аквариумов, в принципе, фильтр, я думаю, вполне имеет право на жизнь. В любом случае, друзья мои, выводы делать вам. И вам решать, стоит вам покупать такой фильтр для своего аквариума или нет. Что ж, спасибо за просмотр этого видео, спасибо за то, что посмотрели данный обзор. Я надеюсь, он вам был полезен. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. С вами был Зубкевич Андрей. Всем добра, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok